Здравствуйте! Это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Обзор основных событий за неделю. Ну, наверное, самым резонансом за эту неделю стало вот такое событие. На днях стало известно о том, что на официальном сайте администрации города Твери проводится обсуждение выдвинутой кем-то инициативы о запрете кормления безнадзорных животных на территориях общего пользования в городе Твери. Это делается в рамках внесения изменений в решении городской думы от 2014 года номер 368 об утверждении правил благоустройства территории города. Ну и тут, как говорится, началось. Общественность, средства массовой информации, все всколыхнулись. К нам в редакцию поступили десятки обращений горожан, в основном требующих остановить эту инициативу. Вот зачитаю несколько из них. Нам не ясна цель этого как минимум спорного предложения, пишут горожане. Кому-то не нравится, что на улицах города кормят уток, но, с другой стороны, кому-то нравится. Кто-то, возможно, где-то оставляет жителям многоквартирных домов небольшой дискомфорт, доставляет тем, что кормят у подъезда большое количество кошек. Но это частные случаи, по ним нужно разбираться конкретно, а не запрещать огульно и повсеместно всем жителям города помогать бездомным животным. Или вот, например, пишут, например, мы это делаем в удалении от жилых домов и никому не мешаем. Может, кто-то считает, что эта мера позволит сократить количество бездомных животных. Но нет, мировой опыт свидетельствует, что из этого ничего не получается. Кто-то полагает, что сердобольных тверичан, видящих, как от голода погибает живое существо, остановит штраф, тоже нет. Мы никогда не пройдем мимо замерзающего или погибающего от голода кота или собаки, пишут тверичане. Или вот еще одна очень важная причина, как пишут тверичане, заключается в том, что изменение предлагается внести в нормативный акт аж от 2014 года, тогда как за прошедшее время федеральное законодательство далеко продвинулось вперед. И в 2018 году, например, вышел в свет федеральный закон номер 498, регулирующий вопрос обращения с безнадзорными животными. Появились также судебные практики, например, Верховного суда Российской Федерации, прямо запрещающие оставление животных без пищи, если они в ней нуждаются и так далее. От себя добавлю, что в настоящее время в законодательном собрании Тверской области завершается работа над приведением регионального законодательства в соответствии с федеральным в части обращения с животными, так как мы в этом плане очень сильно отстали и от Москвы, и от многих других регионов. И вот еще приведу цитату от горожан. Он считаем совершенно бесперспективным, пишут горожане, корректировать нормы явно неактуального уже документа, вступающего в противоречие с нормами федерального законодательства. Более того, решение, по сути, морить голодом тех, кого у нас со школы учили называть братьями меньшими, совершенно очевидно находится за гранью общественной морали. Ну или вот еще одно письмо. Городские и региональные власти долгие годы не в силах решить ключевой вопрос создания муниципального или регионального пункта передержки или приюта для безнадзорных животных. Точнее, он построен в начале этого года, но почему-то до сих пор не работает. Мы считаем, что обсуждать возможность введения каких-то запретов можно только после того, как на территории нашего города будет обеспечена возможность для цивилизованного решения проблемы бесхозных животных. А именно, их гуманного отлова, вакцинации, чипизации, лечения и содержания. Ну и вот здесь в Горожене пишут, что настоятельно просим власти города и области сосредоточить усилия именно в этом направлении. Вот в частности, это письмо написала председатель Тверской региональной общественной организации по защите животных Ковчег Людмила Николенко, представляющая, как она пишет, группу граждан. Ну и, кстати говоря, отреагировала на Тверскую инициативу даже Москва. Вот что написала по этому поводу заместитель руководителя профильной рабочей группы общественной палаты Москвы Елена Иванова. Цитирую некоторые фрагменты из ее открытого письма. Сколько же еще зла будет совершаться на моей родине, сколько же еще нелюдей будет рожать мой народ, конца не видно, пишет она. Тверь, один из трепетно любимых мной городов, какая история, какая архитектура, какое достоинство и красота даже в угасании. А какая Волга здесь, какой простор. Задохнуться можно от неба великой среднерусской равнины. А храмы подлинные, древние, намоленные. Ну и вот почему от имени всего этого какие-то нелюди пытаются установить свои, как они считают, порядки и заставить остальных людей тоже стать нелюдью, пишет Иванова. Ведь надо додуматься, предложить запретить кормить на улицах города птиц, бездомных собак и кошек, щенков и котят, животных веками, тысячелетиями одомашненных, зависящих от человека, не умеющих иначе добывать себе еду. Животных, служивших человеку, охранявших его жилье, ловивших мышей, крыс и даже змей. Между прочим, недавно узнала, пишет Елена Иванова, что во время блокады кошки ловили и приносили своим хозяевам крыс, и люди выжили благодаря этому. И все же безжалостно выбрасываем их на улицу, в общем-то, на верную смерть и муку. «Они что, из леса приходят к нам или с неба падают? А не вы ли их выбрасываете?» задается она вопросом. А теперь представьте себе эти улицы с живыми скелетами собак и кошек, которые вокруг, повсюду, которые идут за вами, смотрят вам в глаза, умирая, буквально умирая от голода. И никто не смеет бросить даже кусок, даже крошку, несчастным, живым, еще разумным существам, не подвершись штрафу или обструкции со стороны очень быстро дичающего обывателя. А потом все дружненько собирают трупы, подсчитывая, в каком дворе сколько набрали. «Нормальный триллер вы приготовили своему запутавшемуся, бесконечно уставшему населению» задается вопросом автор текста. А жители опять будут плодить и выбрасывать. И в ближайшем будущем Тверь станет городом садистов и живодеров. Задавать вопрос нужно себе. Почему все убийством слабых и беззащитных заканчивается? Но почему мы позволяем пинать ногами свою культуру? Мы – страна Толстого, Чехова, Достоевского, этим тварям дрожащим, которые вообразили, что на все право имеют? «Право есть и было во все времена только одно – право на милосердие и сострадание. И нравственный закон – один единственный». Это все тверское безобразие не просто остановить надо, за это надо наказывать конкретными сроками без права дальше занимать свои должности. Навсегда. Пишет автор письма. Ну, кто-то, возможно, скажет, что это очень пафосно, но надо признать, что автор этих строк явно владеет словом. И, кроме того, каждый волен выражать свои мысли в меру своих способностей. А главное, что в большой степени это, увы, правда. Ну, а теперь что с сухом остатке? Проблема с безнадзорными братьями нашими меньшими действительно давно существует. Каждое к ней обращение вызывает большой резонанс общественности. Кто-то сочувствует, и таких уже большинство. Кто-то устраняется от нее, кто-то готов на любые методы ее решения. Но все же для всех есть понятие общественной морали, нравственности, норм закона, наконец. И в настоящее время проведены консультации с теми, кто прорабатывал эту инициативу, есть понимание. Я уверен, что будет выработано здравое решение. Ведь любую проблему, как известно, можно считать по-настоящему решенной лишь тогда, когда она решена по справедливости. Это была колонка главного редактора. С вами был Дмитрий Нечаев. До встречи на следующей неделе.